Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, и в руках у меня сегодня не будет укулеле, потому что это, наконец-таки, долгожданный выпуск Моменты жизни Да, этот выпуск у нас выходит за февраль месяц, и вообще февраль запомнился всем, мне кажется, в мире, что произошло в феврале Я не могла долго от этого отойти, у меня до сих пор нет стадии принятия Было очень сложно, прям актуально выложить это хотя бы в конце февраля, в начале марта, новые моменты жизни, вот как раз этот период Очень тяжело, очень трудно, поэтому у меня накопилось уже 5 выпусков, и я надеюсь, сейчас потихонечку я буду их монтировать и выкладывать Скажу сразу небольшой дисклеймер, в этом выпуске не говорится ничего про данное событие, которое сейчас принято говорить в спецоперации После этих событий я выпала, и нормально что-то толковое я не снимала, поэтому все то, что вы сейчас будете увидеть, это будет до вот этого 24-го числа Поэтому сейчас вы можете на минуточку забыть о том, что сейчас происходит, садитесь поудобнее и погнали смотреть Моменты в жизни Юля отсканировала фотографии, ей дали снова флешку, это же не ее, и тут на флешке чей-то отец, но это не Юлин отец Я, он и твой папа Я не понимаю, не отдавайте, позвонят, отдам, нет, так нет, все Юля отцифровала фотографии с моря, и одна из фотографий, вот эта вот Сэээд Как-то Алис покупала у нас нутеллу, и мы ее съели, осталось там по бокам чуть-чуть Мы решили выжать все соки, налили туда молока, и вот думаем, что сейчас получится, молочный коктейль шоколадный или молочный шоколад Моменты в жизни Я купила кофр, чтобы повезти вещи, стиранные и глаженные, а Юля говорит, что она принцесса, королева Батерфляя Какой Батерфляй? Батерфлай Батерфлай Королева Батерфлай Батерфлай Ролупа Честь, мое достоинство Батерфлай Батерфлай Хорошо, в глазах она бегущая трючка А так все нормально Покинь, давай, давай Ты большая молодец, ты делаешь хорошую работу, с чем мы гордимся, правда? Да, и выдыхаем немножко Да, немножко Выдыхаем Я сейчас монтирую обзор и реакцию вот анбоксинга моей укулельки, которая вышла Я вообще смотрю на себя со стороны У меня аж сердце обливается от милоты, от красоты, от вот этой всей реакции меня из прошлого Что он такой, типа, батушки, это мой челдрёныш, это моя укулелька, мой бибик с моим дизайном В общем, это трогательно, я не могу передать полностью своей сути, но почувствуйте Вот когда вы посмотрите этот видос, вы поймёте, о чём я говорю Это что такое? Он сначала не хочет снимать ей контент, а потом сидит и я моменты жизни смотрю Давай, и Саша, ну давай В общем, я историю попрошу рассказать Юлю Юля, рассказывай историю Давай, мы будем измерять вашими децибелами Давай, сейчас мы будем замерять децибелы звуков Экранчик, давай, сколько там? Готовы? Да Ой, слушай, 85, нормально Да, добей сотку, давай Ближе подойти Давай Чтоб я вот так вот не снимала Вот туда сюда О, 86, пошло, пошло Давай, 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 давай Дай, давай, давай Ну я знаю Короче, сестрая, она балаболка на 86 децибел Ну все равно Мальчик, ты сколько сам-то дочанишь? Вы не засоритесь, вы там за 200 переваливаете Да Тима Давайте кто из нас громче? Давай Давай Почему? Ты как пищишь, когда тебя Саша трогает Здесь мне Саша трогает Давай Саша трогает Машу и нахерять децибел Она там так визит Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Саша, давай ты. Номинация, давайте. Первое место по... Самый яркий. Самый яркий. Я думаю, Маша. Вплеск криков занимает Мария. Машуля! Давайте я шифрую. Давай. Маша и Даша на вот эти вопли, которые называются пением. Это громкие крики, грузовой железнодорожный вагон в 7 метрах. Либо шоссе в час пик. Если 90, то это уже уровень фена. Ой, ну почти. Молодцы, покричали. Моменты жизни. Что у вас тут происходит? Что такое? Не хочется на меня лежать. Ты что? Что это за безвычный режим, мадам? Нашка. Саша, ты нас с ним с Таулетином не подправил. Един цветового. У вас цветового вообще нет. Так, сейчас я буду смотреть на сайте баннер, который уже, говорят, добавили. Чтобы вы видели, что у меня вышла укулелька. Заходим на сайт Укулелецентра. Специально закрою глаза, чтобы видеть эту первую реакцию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая аппарель, смотрите. Это я. Это я. Прошло два часа запуска моей укулеле, акулеле и ремня. И мне сейчас пишут, что все ремни продали. Ремней пока больше нет. Сейчас делают новый заказ этих поставок. Ну, за два часа. Друзья, у меня для вас радостная новость. Кто до сих пор не слышал и не знал. Я выпустила свою авторскую подписную укулельку. Хотя это не просто укулеле, это акулеле. Потому что тут типа акулка. О, think about this. На эту укулелечку вы можете посмотреть у меня на канале анбоксинг и обзор. Но для тех, кто заинтересовался, где же приобрести такую укулелечку, я оставила вам все ссылки в описании, поэтому можете заходить и чекать. Ну, а мы погнали дальше смотреть видос. Моменты жизни. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, это не для состояния потока, мне кажется. Или то же самое, три раза. Типа раз, два, три. Чувствуешь какое-то движение? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Размеры там как раз показывает, почему оно так происходит. Поэтому отвечай на твой вопрос, скорее всего, там будет четно. Или четыре, или восемь. Юля заказала на шее нештанцы, они немножко в облипку, потому что такой крой, и поэтому она сейчас их растягивает. Давай, приседаем, приседаем. И опа. Все, устала, вижу. Еще, он еще так их растет. А, покиньте, порвется. Неплохо, неплохо. Не, на самом деле уже поудобнее. Не, мне кажется, я просто отвыкла от таких облигающих. Я же на шульте. Угу. Ари Туза. Аа. Опа. Ох, как повернулась-то. Свээээк. Саша нам отдал свою тумбу, и Маша говорит, поставь сюда свои книги, Даш, которые ты читаешь и не читаешь. Вот почему я не вставила, да? Бибуля-то тоже хотела почитать. О, она хотела почитать. Людочек. Давайте косплей на Машу, как она делает задание по учебе. Я не понимаю, что им вот нужно. Так ты так же орешь, ты не понимаешь нифига. Это типа телефон. Я не понимаю. Девочки, ну за что вот такое? Зачем мне эта вышка вообще? Я не понимаю. Вот надо было идти, куда я хотела. Чего вас слушала? Я говорю, Маша, куда я бы это хотела? Ну куда я хотела? А куда ты хотела, Маша? Вот сейчас, вот зачем им это нужно? Вот я не понимаю. Я уже загуглила, сколько стоит. Знаешь, я понимаю, что нужна вышка. Знаешь, почему? Почему? Вот у нас в компании есть, он у нас получает 180 тысяч. Просто потому, что я не знаю. Он так же, как мы на третьей линии. Знаете, как это выглядит странно? Как будто бы в классе все сидят, хихи, хахак, и приходится учительница. Так, что смешного? Что смеемся? Саша, душа не значил. Хочет назначить руководителя. Она говорит, я хочу быть руководителем, потому что он прям, это, прям, работник года. Мы тебя не сделаем руководителем, потому что тебе не тушили. Как тебе? Я в честь сердца, мне второй раз в жизни я становилась. Даша, убери с коленна. Я не понимаю, что им нужно. Да. Ты же преподавательница. Ты что, конечно бы спас. Он же... Он даже не ударился же сильно. Если стекло уронишь на ковер, у тебя стакан не разобьет. Расскажи, что, Юля вообще не понимает, что происходит. Юля, расскажи. Маша не похерил ноутбук. Но она заплатила, так что я не имею в виду. Маша, давайте вам зритель расскажу, о чем сейчас время идет. В общем, девочек вчера решили посадить в интернетах, и у них соскользнул ноутбук на пол, и у него полетел экран. Матрица. Им пришлось платить почти как сам стоит ноутбук. Вот у меня сейчас тоже чуть-чуть. Пиздец. Помни, как ты компьютер сам ужадал. Убирался он. Сделал крутое, короче, собрал компьютер, в итоге решил влабираться, и у него этот процессор упал на пол. Какой процессор? Вот знаешь, она говорит, как бабка. Вот этот процессор упал вот. Даже как? Можно меня? Я, можно меня снимите? Можно меня, я, снимите меня. Я, может, я скажу, пацана. Привет! Рассаламу алейкум, сэмпай! Моменты жизни. Снимаю сейчас в ТикТоке, Машляк пришла ко мне побранчать, но самое главное... В шоке немножко. Что тебе сыграть? Покажи, как. Расскажи зрителям, что произошло. Мы купили айфон. Я и моя менталка. Показываем немножко обзор коробочки. Что это за айфон, сколько, чего, куда? Двенадцатый, фиолетовый, 128 ггбит. Ггбит? Ггбит. Что бы фотографии... Ты уже открыла? Нет, я тебя жду. Там-тан-тан-тан-тан-тан. Там-тан-тан. Там-тан-тан-тан-тан-тан. Вам бы видели какие-то счастливые. Красивый. яблочки они кладут только одно сейчас яблоко но это я себя снимаю привет ребятки мы едем на речку донецкой второй день использования айфона ч чё там уже сделать чё какие эти поставил обойки хочу не бибу потому что сейчас саша весь вечер что там сначала там доказывать свои эти штучки зубер чтобы работать госуслуги налоги и физлица сбербанк альфа банк мтс культура хом кредит кошелек взрослой жизнь телефон взрослого человека озон шин сразу видно что мы экономим потому что у нас айфон все правильно и пусть а вы заметили что там мелодия она орет а даже можно петь 5 секунд я сразу слушаю послушай вот примерно так выглядит тичер когда я читаю ей на английском как пишет и тут идет может ты мне мешаешь я саша смотреть у тебя уже принятие что ли мне потихоньку очень нравится немецкий язык девочки давайте по другому поддержке смыть 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 нет ничего я конечно заказал все у тебя не более а ты у у о к Здравствуйте, дамы и господа, с вами Ната Смит из Санкт-Петербурга, прямой эфир. В Санкт-Петербург приехала моя матушка. Матушка, куда же вы так? Вот это матушка Наташа. Мария Николаевна, мы произвели встречу деловую с Дарьей. Новые отношения. Новый уровень отношений. Новый уровень отношений, все верно, да. Дарья, значит, поедет буквально на днях, вот-вот, на автограф-сессию. Нужно было познакомить предварительно с одним из главных фанатов, Дарьей Кирпич. Это мама твоя, да? Да, да, Мария Николаевна. Ждите наших сертификеров. Вот так вот, ребята, стоит только написать, просто лайкнуть, постить в Инстаграме. Как тебя уже знакомят с родителями. Писовала укулеле я. Только Дарья попала на экране своего телефона, так сразу растерялась. Ну, обычно веду я. Скажите, посмотрите, какой лук. Аутфит 10 из 10. Просто дабл-краш. Это краш, дабл-краш. Да, сегодня снуд такой вот немножечко зимий, чтобы... Сегодня без толстовки. Сегодня такой casual стиль. Папарацци, папарацци. Очень важный момент встречи с родителями. Я понимаю, что нужно привести хорошее впечатление. Знаешь, короче, как новости. Я веду, так говорят. Я такая... Хорошее впечатление, поэтому, думаю, не нужно надевать пижамочку и какую-то толстовку, которую вы уже заносили. Да, дыр? У меня просто моя любимая, эти фиолетовые. Давайте, встаньте вместе. У вас это засниму. Чик, было, было. Было, да? Да, не дарим. Только умеем по-другому. Давайте, держите. Опа. Давайте, наставения для подписчиков. Важные слова, давай, чтобы вот за душу взяло. Учитесь играть на укулеме. Не филончик. Да, учите все, дарим. Это важно. На классный учител. Это было неподкупно, между прочим. Это что? Это... Я знаю, это давно. Люди сами захотели это... Отличный педагог. Все, на связи. До встречи. Интересные факты о Санкт-Петербурге. Давай от разговора не уходи. От разговора мы не уходим. Я понимаю, мне тоже больно. Вот я это все делаю. Зачем мне на УБЖ реферат? Вот пойми меня. Я тоже не понимаю. Я тоже хочу уйти. Тоже не так хочу делать. Типа... Блин. Уже завтра я еду на мероприятие. Презентация своей акулелечки, от которой вышла. Буду вести мастер-класс. И буду вести концерты. Это все в разные дни. Но я подготовила вам подарочек. Чтобы вы что-то запомнили. Обо мне еще больше, чем у клееки. Я сделала вот такие вот стикеры-визитки. Это, кстати, не все. Ну, то есть это не только такие картинки. Есть еще картинки? Сейчас вам покажу. И открытки. Открытки. Там тоже три вида. Как я это везла. Еще в дождь. Серьезно, дождь идет. Вот такую еще наклеечку. Они как марки воды. Як пахнет. И еще, да, три вида, короче, наклеек. И вот такие вот наклеечки тоже с акулелечкой. Машенька, естественно, мне поможет это все вырезать. Маша просто заняться нечем на работе. И открытки. Она сама предложила. Я ничего не... Не надо говорить, что я опять кого-то запрягла. И открытки тоже сделали три вида. Но там уже картинки другие. Я сейчас продемонстрирую. Все по цвету акулелечки. Кстати, чтобы это все везти, купила такие вот папки. Чтобы было удобно все хранить. Надо было подготовиться заранее, но нет. В общем, такие вот открыточки. Вот такие открытки. И вот я. То есть тоже три вида. Еду на мероприятие, буду всем подписывать, как популярная. Попишу даже красивую наклейку в подарок дам. Иди. А нам дашь? Конечно. Спасибо. Мы же с вами коллеги. Коллеги. И семья. И коллеги. Коллеги. Ты тоже специалист по бухгалтерии зарплате? Я HTML в рстаю. Маша как маленькие китайские или индезийские дети. Ужасная шутка, ребят, простите. Ну, я не знаю. Нам очень смешно просто с нее. Помогает мне вырезать наклейки. Все 600 штук. Потому что я очень бизнес. Она бизнес-уман. Она из Москвы. Ну, конечно, завтра же в Москве что? А еще почти где никто не пришел. Это какая-то... У меня никто не пришел за фан-встречу. Да. Я рассчитываю, что придут много очки. Человек купил много конфет. А в итоге никто не пришел. На эти пару дней рабочих приютил меня Адалина. И вы посмотрите, мы нашли окончательно друг друга. Давай показывай. Смотрите. Хочу в рек. Тик-Ток. И у меня тоже такие носки с Тик-Током. И причем мы даже не сговаривались. Представляете? Родные души нашли друг друга. МОМЕНТЫ ЖИЗНЕ Субтитры сделал DimaTorzok Существует. Там оттуда-то. Нет, до этого... До этого там фраза типа... Я вообще не в деле. Готова. Мне казалось доллар. Культовый Игип... Что такое? Культовый Игипоп. Ну плюс у меня ку-Игипопа. Культ как у Игипопа плюс у меня как у Игипипопа. Да, ну мы знаем. Да, да, да. Серьезно? У Игипипопа, да. То, что я до этого момента никому не отдам. Мелк. Вот. Погнали, забирайте меня бумажечки, пожалуйста. Представляешь, они сделали розыгрыш, что я не ожидала. А потом ты будешь вытаскивать, будешь такая... Ты понимаешь, какая ответственность на мне, а? Разрифли. Пожелания все пишут Даша. Угу. Вот так. Все. Сейчас, 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 сейчас. На укуле все таки сидят. И кому-то достанется рифмиш. Угу. Мы помешаем, помешаем. Ты, блин, ничего не делаешь? Я мешаю две бумажечки. Мешай, мешай, мешай. Прям сильнее мешай. Давай, да. Прям хорошенечко. Блин, мне сама так страшно стало. Она, одна? Одна. Она, одна. Как так получилось? Мне пожелали открыть свою музыкальную школу. У-у-у-у-у. Что же, дорогой мой, зайчик сладкий, у тебя будет теперь новая владелица. Тебе? Ты моя. Тебе? У-у-у-у! Так, прям расписаться, да? Да. Все, дуйте теперь. Спасибо большое. Молодец! Ой, давай фотографии сделаем, прям шут-дабл. Ко мне на презентацию пришла коришечка. Крышечка пришла ко мне. Молодцы, ты говоришь... Юля, ну что ты нам опять сел шубрушит, а? Я хочу парить. Это я забираю, это я тоже забираю. Да, смотри, как я... Всё прошло просто, отлично. Ты пришла под конец. Я пришла под конец, но этот конец был замечательным. Спасибо, что пришла. Спасибо, что... Пожелала. О, да. Моменты в жизни. После такого мероприятия Делина меня пригласила в заведение, которое говорит, мне очень понравится, потому что... Потому что оно... Друзья называется? Это квартира Моники, да? А в гостях у Моники называется. То есть тут есть два этажа, просто одна локация якобы Моника, вторая квартира Джо и Чендер, да? Высорьте на антуражик. Вот, пожалуйста. Это вот кафе. Вот тут. Даже эта собака сутулы, это... Саша, это ты. Саша, ты. Интересный факт. Я обожаю сериал «Друзья». Спросили официанты, раньше показывали эпизоды тут. Но, видимо, кто-то говорит, настучала. Сейчас из-за авторских прав не показывают. У меня есть татуировка с друзьями. И интересность в том, что тут меню и их название очень странное. Давайте я вам сейчас покажу. Я заказала броненосца. Рождественского броненосца. Да. Я праздничный броненосец! Есть, например, влюбленный ученый. Порш Моники. Сыпа. Нет, Сыпа и Утя. Тут есть сэндвичи. Вот Драный Кот заказала. Например, Родиночка у нас. Драный Кот, Драный Кот, у тебя пустой живот. Все вместе. Еще тут есть интересные факты про этот сериал. Пока мне нравится. Я еще ничего не пробовала, но мне нравится. Адаина говорит, что это ее любимое место в Москве. Всех сюда вожу. Всех сюда вожу. Очень вкусный. Друзья, мой любимый сериал. Вот такие вот мои подруженьки. И второй час ночи у меня популярный блогер Даша Кирпич сидит скромно на стульчике. Вышивает крестиком. Зашивает пальто. Зашивает свое блогер. Никакими-то. Зашивает пальто блогерское. Нет, не трогай меня! Нет! Нет! Блин, для волосы я эту пугательницу услышала. Я больше прикажу, что Маша, ведь не дышать мне вообще придется. Пока я тут нахожусь пару дней в Москве, я остановилась у Делиной. И вот посмотрите, уровень гостеприимства. Она у меня купила очпочмак. Она знает, что из Татарстана. А сейчас мы узнали, что Кастана тоже? Да, у меня мама наполовину татарка, поэтому корни заиграли. Захотелось, купила. С Дашульчикой. Как чувствовала, как чувствовала. Недавно у меня вышла моя авторская укулелечка, которую можно назвать акулеле, потому что тут нарисована акула. И как я всем говорю, что эта мел вышла из-под контроля. А люди, когда только-только начинают играть, или их родственники говорят, «О, опять ты там на свои балалайки, или вот опять ты там на свои акулеле». То есть это такая игра слов. Обычно это укулеле, а это акулеле. Я такая, опа! Нужно примкнуть к злу и выпустить с таким вот принтом свою авторскую укулелечку. Под шум прибоя это лето не вернуть уже, я знаю. Но когда печаль в моей душе, я вспоминаю. Я забываю душу на части. Ни моря, ни весом, ни моря, ни весом, не хватает без ворота, словно горловосок. Ой, на поле одинокий голосок. Моменты в жизни. Понимаешь, что для момента жизни и для старости приходится снимать? Ну, что расскажешь? Даша выгуляла сегодня в Москве. Да, на чуть-чуть пришли на завтрак. Да. Я говорю, нам нужно еще настать Аймаке своей. И сидеть, продавать акции. Да, обсуждаем тут инвестиции, обсуждаем книги, цены на книги. Кстати, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу цены бумажной книги. Вы читаете ли вы? Потому что Кришка скоро у нас книгу выпускает. Ну, не скоро, но... Ну, выпускает. Ну, мне кажется, пока я это смонтирую, ты уже выпустишь все. Уже фильм сниму пока. Да, да, да. Уже станешь популярным, видишь, на Бали. Немножко на breakfast пришли, вот. Да, ладно. Если вы завтракаете вместе с нами... У нас будет много банок, девочки. Да. Ну, все, пока. Так. Блин, мейзин. Я приехала к ребятам, они мне подарили торт, потому что я запустила свое окулельечко. Потому что я жопа продажная. Да? Мирель, как ты любишь? Да. Так, что, блядь. Все ваши, вот эти столярки... Подожди, это у тебя хобби. Если у тебя такое хобби, у меня антибиотики есть. Я знаю, как они работают. Это честно. А твои попить в пакетик и завязать это в пакетик? Почему попить? Ты в туалет хочешь? Подожди, нетрадиционная... Нетрадиционная медицина, это не только пакетик. Я знаю, что такое. Я знаю, Маша рассказывала, что они с бабулькой поехали на кладбище, а взяли оттуда землю, натерли ей ногу, у нее шушка прошла. А вы точно хирург? Эту карту, ну понятно? Нет. Ставите хапюш. По часовой стрелке, Даша. Даша, хватит снимать. Электронный, бумажный, подписанный, не подписанный. Ну как он это, вот от Госдумы пришел документ, какой он? Официально. Да. Все, стоп. Какой ты сказал? Пять. Синец. Восемь, говорит. Даша, я не буду говорить, пока ты не прекратишь съемку. Я говорю, я не буду. Это мой принцип. Ребятки, простите, что это такое ветер. У нас Александр в срочном порядке уехал обратно к Бибичке. Не смог ее оставить одну. Но. Да? Именно так. Мы пришли посмотреть на полноценный Russian Russian Never Sleep Moscow. Ветер вообще жесть. Реально. Мне придется все переозвучить. Ну извините, бывает такое-то. Я считаю, если сходя на Красную площадь и не было в Москве, и не купил Казань. Как? Казань экспресс? Я не могу сказать? Аэроэкспресс. Аэроэкспресс. Мы сегодня уже улетаем домой в Петербург. И мы решили покушать. Ребята у нас пригласили в такое место, где они постоянно кушкают. Вот тут как мы показываем. А вот, вот. Он уже видно там? Вкусно, полезно. Худно? Ну вот, нет, название. Ну, его не видно. Видно? Мы сюда действительно пришли, покушали. И самый прикол в том, что многие блюда основаны на рисе. В какой-то степени. То есть, или это настоящий рец, или это рис, или такая-то лапша. А Юля не особо любит рец. И может его переваривать. Мне Рик подумал, что она голодная, и заказала ей кофе. Покажи. Что за кофе? Что тебе надо? Видео-обзор? Такое. Мне кажется, он такой прям мощный. И типа, он так капает. Ну, что давай, Ель, хлебаем. Сейчас. Дай попробую. Ты чефир бати пьешь. Я реально как на папах. Ну, прикольно. Крепкий или что? А? Ну-ка, Дим, Дим, Дим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это обычный черный кофе или какой-то специальный? Еще немножко не размещалось. Ель, твои ощущения. Это кофе для бати. Честное, у меня папа по утрам заваривает кофе. И вот то же самое. Ну-ка, ну-ка. Нет, он вкусный. Какой-то на конце. Какой-то из стрим. Из стрим. А мне нравится. Али, как картинка же есть такая? Сири, махайя. Ага. Только там, правда, он плохо отсидится. Машник, давай. Хлебаем. Мне не нравится, что здесь это. Сладость есть. Сладость-радость. Моменты жизни. Монтирую сейчас моменты жизни сам. Саша. Мы заказали чипсы так же, как Вольфчик Асхадилов. Ты мне заказал чипсы. Просто если ты мне не заказал чипсы. Сколько у меня работают? На 11. На 11? Я заказал чипсы. Если ты мне не заказал чипсы, я сейчас закажу чипсы. Я заказал чипсы. Ты мне заказал чипсы? Я нам заказал чипсы. Саша предложил сегодня сходить в Вольфчик. Я говорю, сходите без меня. Саша предложила, а я подтвердила. Ты подтвердил. Он думал, ну сходит без меня. Ребятки-то уже взрослые. В итоге я-то сходила за Вольфчику. Думаю, что, а то я сейчас они сходят, а я не схожу. Мы бы купили бы, мы тебе записали. Что будешь, Дашуля? Что тебе не надо? Ты мог бы понять. Ты сегодня, я сейчас спросил, чипсы будешь? Ты сказал, не надо. Потом Маша купилась, я сказала, да, попробую. А сейчас ты говоришь, бля, чипсы, бля. Ты мне чипсы заказал или нет? Я нам заказал чипсы. Просто пока мы сейчас еще этот вопрос, они уже закроются. Ну без чипсов будешь. Ну я настрою на сегодня. Мне кажется, две песни объединила. Нет, там был реально хороший переход. Вот, я вам отвечаю. Ну там, да. Давай я тебя включу. Сейчас там будет... Давай теперь мотаю немножко еще. Ну пруды же, хороший мешап. Если я не буду спевать, то будете супер. Да, все, можно спать вечером? Че такое мошап вообще? Это когда носит меня песни. Зачем мне солнце... Монака... Также напоминаю, что на канале есть целый плейлист с моментами жизни за каждый месяц. Обязательно посмотрите, почекайте. Такой легенький лайфстайл формат. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.